Равин Шнайдер Равин Шнайдер Равин Шнайдер Равин Шнайдер Я нахожусь сейчас у западной стены в Иерусалиме. Это сохранившаяся стена древнего храма, который был разрушен в 70-м году. В Евангелии от Матфея 24 главе говорится о том, что ученики Иисуса восхищались зданием храма. Но Иисус указал на храм, который стоял позади меня и сказал ученикам, «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне». И, как сказал Иисус, в 70-м году римляне пришли и разрушили храм. Осталась только эта стена. Позади нее мусульманская святыня, купол скалы. Предсказание исполнилось так, как и сказал Иисус, но, слава Богу, это не конец истории. Иисус вернется, и когда он вернется, храм будет восстановлен. Так сказано в книге Иезекииля. Давайте заглянем внутрь и посмотрим на эту стену поближе. Здесь вы увидите кулачки бумаги. Это молитва евреев со всего мира. Иудеи верят, что молитвы, помещенные в эту стену, имеют особую связь с Богом, потому что для них это самое священное место во Вселенной. Это самое священное место для любого еврея. И мы верим, что за этой стеной будет построен третий храм. Вы видите, как молятся ортодоксальные евреи? Здесь молятся люди со всего мира. Это очень священное место. Как вы видите, религиозные и не очень религиозные евреи молятся и ищут здесь Бога. Иисус сказал, есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня. Я так рад, что Царь Царей живет внутри Меня. Поэтому из Меня текут реки жизни. Я имею прямой доступ к Отцу через Иисуса и Дух Божий, который был дан мне, потому что я принял Господа Иисуса. Мы только что видели самое прекрасное место на земле, в центре Иерусалима у Храмовой горы. Но Иисус дал нам еще одну интересную парадигму. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 4 главу. Иисус общается с женщиной у колосса. Иисус говорит ей, поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, потому что спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Благодаря нашим отношениям с Отцом Небесным, и поскольку мы приняли Иисуса и приняли Святого Духа, мы имеем прямой доступ к Отцу, а также имеем с Ним близкие отношения в Духе и в истине. С вами был Равин Кёртшнайдер. Огромный вам привет из Иерусалима. Будьте благословенны. Сейчас я нахожусь в месте, которое некоторые считают местом распятия, погребения и воскресения Иисуса. Я не знаю, то ли это место. Одни археологи говорят, что это так, другие говорят, что это было на месте церкви гроба Господня. Но важно не само место. Интересно, что не пустой гроб убедил первых верующих в том, что Иисус воскрес, а его встреча с ними. Они пошли ко гробу и увидели, что он пуст, но этого не было достаточно, чтобы убедить их. Они не были уверены в том, что Иешуа воскрес, пока он не встретился с ними лично. То же касается и нас с вами. Нам нужна встреча с Иисусом. С каждым из нас он встречается по-разному. К некоторым он приходит во время серьезных проблем, как это было в случае с апостолом Павлом. Господь сбил его с коня на пути в Дамаск, куда он шел, чтобы арестовать всех иудеев, которые верили в Иисуса. Ослепляющий свет с неба ослепил его. Он упал с коня и спросил, кто ты Господи? И голос ответил, я Иешуа, которого ты гонишь. Поднимайся, и я расскажу тебе, что ты будешь делать для меня. Некоторые встречаются с Иисусом таким образом, но с другими это происходит постепенно. День за днем мы постепенно влюбляемся в Иисуса и все больше осознаем, что Он живой и что Он живет внутри нас. Главное, что Он любит нас с вами. Он стоит у двери вашего сердца и стучится. Если человек откроет свое сердце, Иисус войдет и поселится внутри него. И они будут иметь общение друг с другом. Возможно, вы еще не знаете Иисуса и не уверены в том, реален ли Он. Я хочу сказать вам, что Иисус безусловно живой. И если вы ищете Иисуса, то вы Его найдете. Если вы пригласите Его в свое сердце, то Он войдет и поселится в Нем. Если вы решите последовать за Ним, то встретитесь с живым, воскресшим Христом. Для этого нужно только верить. И Он обязательно придет к вам и будет провождать с вами все дни вашей жизни. Поверьте в это. Мы находимся в Иерусалиме. Позади меня вы видите храмовую гору. Спасибо вам за возможность побывать здесь. И пока я был здесь, ко мне подходили многие люди и говорили, что видели меня по телевизору. Это были как верующие евреи, так и люди из других стран. Поддерживая это служение, вы сеете семя в служение, достигающее народа, и плод будет великим. Я знаю, что вам важно вкладывать свои деньги в служение, приносящее плоды. Мы получаем истории со всего мира. Жизни меняются. И все это благодаря вам. Спасибо вам. Мы с вами партнеры. Библия говорит, что принимающий и отправляющий пророка получает награду пророка. Мы с вами связаны в этой работе. Реальность такова, что наше пребывание на земле не такое уж долговечное. Библия говорит, что наша жизнь как пар, поэтому мы должны принести разницу, пока есть время. Давайте использовать наше время, наши таланты и сокровища для распространения Евангелия. Иисус сказал, распространяйте Мое Царство до краев земли. Нас с вами ждет награда, когда Он вернется. Вернемся к нашей программе. Вы уже увидели западную стену и садовую могилу. Перед тем, как мы пойдем дальше, я хотел бы сказать еще кое-что о западной стене. Как я уже говорил, западная стена — это стена, сохранившаяся от храма. Многие евреи и христиане верят, что вскоре в том месте появится третий храм. Сейчас в Израиле есть организация, которая воссоздает предметы, которые были в храме, чтобы когда храм начнут восстанавливать, все предметы были бы уже готовы. Один из предметов, которые они уже воссоздали, — это храмовая минора. Она сделана в соответствии со всеми характеристиками золотой миноры из первого и второго храмов. Она была сделана из целого куска чистого золота. У нее семь ветвей. Число семь — это символ Святого Духа, который прямо сейчас находится у Божьего престола. И многие верят, что западная стена относится не только к прошлому, но и к настоящему, потому что третий храм все-таки будет построен. Мы ожидаем, когда Царство Божие придет на землю. Конечно же, сейчас кровь быков и козлов уже не нужна, потому что Иисус был принесен в жертву раз и навсегда. Но некоторые верят, что третий храм будет построен, дабы показать образ всего, что Иисус сделал для нас. Просто невероятно осознавать, что Бог всей вселенной прошел сквозь время и ходил по израильской земле. Сейчас мы продолжим наш тур по священной земле. И, как я уже говорил, Бог заключил брачный союз с местом под названием Израиль. Иными словами, Его пребывание прикреплено к этому географическому месту уникальным образом. И я рад, что мы с вами можем побывать в этом месте через нашу программу. Итак, мы возвращаемся с вами в Иерусалим. Приятного вам просмотра! Я нахожусь в Гефсиманском саду в окрестностях Иерусалима. Именно здесь молился Иисус перед Своим распятием. Сейчас мы прочитаем об этих событиях в Евангелии от Матфея 26 главе. Начнем с 36 стиха. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсиманией, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду по молюстам. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеева, начал скорбеть и тосковать. Современные христиане предпочитают только веселиться, и они не понимают того, что мы не всегда можем быть счастливы. Продолжим читать. Тогда, говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. То есть это была агония. Современное христианство представляется нами так. Мы идем на замечательное служение с прекрасной музыкой, мы поднимаем руки и поем радостные песни Бога. Многие люди представляют себе христианство именно таким, но смысл его в истине и послушании. Иисус сказал, я не делаю ничего, чего не сказал бы мне Отец. Здесь мы видим часть пути Иисуса, и это была нелегкая часть. Он был очень опечален, и Библия говорит, что его пот был, как капли крови. И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты желаешь». В жизни Иисуса наступает кризис. Он говорит, «Отец, это так сложно. Если возможно, пусть эта чаша минует меня». «Отец, мне обязательно идти на крест? Обязательно ли мне проходить через распятие и через смерть?» Иисус сказал, «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия». Но на этом Он не остановился и сказал далее, «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Это был кризис Его воли. Иисус действовал не на основании чувств, а в истине. Он был отдан истине и Своему Отцу. Он выбрал поступить так, как было правильно, несмотря на то, как Он себя чувствовал. Вот что такое зрелое христианство. Интересно, кто из вас еще не дошел до этого момента, «Когда мы действуем в истине и принимаем волевые решения, а не идем на поводу у чувств». Иными словами, когда мы чувствуем связь с Богом, то мы готовы жить в послушании. Но когда чувство близости с Богом покидает нас, когда мы просыпаемся утром и не чувствуем связи с Ним, когда мы не чувствуем мира или радости, то иногда нас уносят в сторону, и мы перестаем практиковать послушание. Но Иисус продолжал быть послушным даже в трудностях. Вот что я пытаюсь вам сказать. А если мы хотим быть сильными в Боге, то мы должны продолжать быть послушными, даже если нам этого не хочется. Мы должны практиковать послушание и хождение в истине, даже когда кажется, что Бог далеко. Чувства приходят и уходят. Иногда мы чувствуем связь с Богом, а иногда нет. Иногда мы видим Божие благословения в наших обстоятельствах, а иногда нам нужно учиться проходить трудности. Мы не сможем стать сильными, если не продолжим идти с Богом, даже в трудностях, и поступать правильно даже тогда, когда это сложно. И вот мы видим, как Иисус говорит Отцу, «Если можно обойтись без этого, то пусть меня минует эта участь. Но если нужно, то пусть будет Твоя воля, а не моя». И сейчас я молюсь нашему Небесному Отцу за людей, которые любят Его. Господь, пусть Твой Дух свидетельствует их сердцам, что я говорю истину. Господь, поднимай их на новый уровень хождения, в послушании и в истине, даже когда им этого не хочется. Отец, помоги всем нам ходить в послушании Тебе, даже в трудностях, как это делал Иисус. А сейчас давайте продолжим читать Евангелие от Матфея. Далее говорится вот что. «И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. Иисус учил нас, если мы научимся жить по духу, а не по плоти. А в этом случае речь шла о сне. «Если мы решим жить по духу, а не по плоти, то есть не спать, то мы будем благословлены. Если мы сеем в дух, то и пожнем от духа мир и любовь». Тут действует закон первых плодов. Бог желает, чтобы мы отдали Ему первую часть наших талантов, первую часть наших сокровищ, но также первую часть нашего времени. Здесь Иисус просил учеников отдать Ему свое время. Он сказал, «Не поддавайтесь сну. Сон сильно переоценивают». Мы думаем, если мы не поспим восемь часов, то не сможем функционировать. Но Иисус часто не спал, допоздна и молился. Что же такое молитва? Молитва может принимать разные формы и меняться в разные периоды жизни. То, как мы проводим первую часть дня, может меняться, но не поддавайтесь сну. Дух желает, и вы хотите молиться. Но очень часто плоть слаба. Если вы поддаетесь плоти и сну, и не находите время для молитвы, то вы не получите победу в такой степени, в какой Бог желает дать ее вам. Духовная дисциплина — это очень важно. Павел говорил, если дисциплина тела полезна, то есть если мы дисциплинируем наше тело в еде и упражнениях, то насколько важнее дисциплина духовная. Духовная дисциплина полезна не только для этого времени, но и для будущего. Урок, который мы можем извлечь из истории к Гефсиманскому саду, состоит из двух частей. Во-первых, Иисусу не всегда хотелось быть послушным Отцом. Его душа была опечалена, и Он хотел избежать той участи. То есть, Ему не всегда хотелось слушаться Отца, но Он отложил чувства в сторону и был послушен даже тогда, когда не очень-то и хотелось. А как насчет вас? Если мы хотим подняться на вершину, то мы должны повиноваться Отцу, даже когда нам этого не хочется. А вот и вторая часть урока. Если вы хотите быть сильным, то вам придется молиться. Иисус сказал, что Его ученики не могли изгнать беса, потому что недостаточно молиться. Если мы не будем достаточно молиться, то не станем такими сильными, как нам нужно. Я хочу призвать вас всегда находиться время для молитвы, даже когда это значит пожертвовать сном. Привет вам из Гефсиманского сада. Читая историю того, что произошло в Гефсиманском саду, мы можем многому научиться. В первую очередь мы видим, что Иисус был всецело сконцентрирован на исполнении миссии от Отца. Его ждали серьезные трудности, и Он не хотел с ними встречаться. Но знал, что Ему нужно это сделать. Он приложил множество усилий. Библия говорит, что Он молился в таких муках, что у Него выступил пот, как капли крови. Также мы видим там учеников. Они должны были молиться, но вместо этого они уснули. Я хочу спросить вас. Иисус призывает вас молиться, но вместо молитвы вы выбираете сон? Я хочу рекомендовать вам. Если вы этого еще не делаете, то вставайте немного раньше и вместо сна проводите время с Богом. Составьте для себя расписание или план. Решите, как долго вы будете молиться. Я не хочу быть законником, но план — это посвящение. И мы уже обязаны придерживаться этого посвящения. Если вы еще не знакомы с этим процессом, то можете начать с 15 минут. Кто-то может делать это дольше, полчаса, час. Но прежде всего решите, как долго вы будете молиться Богу каждое утро. Молитва простирается к Богу. Молитва может быть в форме песни Богу или разговора с Богом. Она может иметь форму размышления над Его Словом. Она может иметь форму исповедания Писания. Она может иметь форму чтения Слова. Она может иметь форму беседы. Если вы простираетесь к Богу, то это уже молитва. Давайте примем решение посвятить себя молитве Богу, как это делал Иисус. Иисусу это чего-то стоило. Поэтому вы тоже можете пойти на жертву со своей стороны. Поэтому начните свой день с молитвы. И я вам обещаю, что это благословит вас и сделает вас счастливее. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за то, что смотрите нас. Как видите, я в Израиле, позади меня Елеонская гора и Иерусалим. И пока я был здесь, ко мне подходили многие люди и говорили, что видели меня по телевизору. Это были как верующие евреи, так и люди из других стран и даже неверующие. Они узнают меня, потому что смотрят нашу программу. Ваша финансовая поддержка делает это возможным. Ваши пожертвования нашему служению используются на благовестие в этой стране. Дорогие мои, Иисус вернется очень скоро. И если вы ощущаете, что Он стучится в ваше сердце, побуждая вас пожертвовать свои финансы, сделайте это немедленно, потому что Иисус скоро вернется и вознаградит вас за все ваши дары, отправленные на Его цель. Говорю вам из Иерусалима, я люблю вас, спасибо вам. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога по строению Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Субтитры подогнал «Симон» В шестой главе книги «Чисел» Бог Отец сказал Моисею и Аарону «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»